Доброго времени суток всем, кто слушает и смотрит нас в это самое мгновение. Это «Открытая студия» — совместный проект Радио Рекорды телеканала «Арктик ТВ» и ее ведущий Николай Дукмас. В гостях у нас сегодня Лизавета Титова, руководитель одноименной группы волонтеров Лизы Титовой, занимающейся помощью бездомным животным и экологическим инициативам. Лизавета, здравствуйте! Добрый день! Рад вас приветствовать у нас в гостях. Перед тем, как мы с вами приступим к диалогу, я сразу же обращусь к нашим радиослушателям и телезрителям, дабы напомнить несколько очень важных вещей. «Открытая студия» идет всего-навсего 28 минут, зато в прямом эфире. Это значит, что у вас всегда есть возможность подключиться к нашей беседе, задать вопросы нашему гостю или прокомментировать тематику самостоятельно. Для этого вы можете позвонить нам в прямой эфир по номеру 99-45-45 или написать сообщение на один из наших интернет-мессенджеров. Телеграм и Вайбер привязаны к номеру плюс семь девятьсот двадцать один семьсот восемь двадцать ноль шесть. Ну а начнем мы, наверное, с самого главного, самого серьезного и самого важного вопроса в этом сезоне. Это как ваше настроение, как ваше здоровье. Замечательно, спасибо. А у вас? Ой, вы знаете, лучше всех. Обожаю такие ответы, поэтому всегда стараюсь вернуть нечто подобное. Это сразу обрубает возможность дальнейшего расспроса. Но, однако, сегодня мы, наоборот, настраиваем себя на то, чтобы беседа получилась продуктивной и любопытной, так как экологические вопросы, инициативы и помощь домашним животным – это всегда тема, которая стоит достаточно остро. Приятно, что на момент 2020 года в ряде регионов, да и по миру, наблюдаются определенные, скажем так, перераспределения инициатив в законодательной системе для того, чтобы этот вопрос поддерживался государством гораздо более масштабно, более активно. Ну и со стороны населения проходит массированное лоббирование идей о том, что надо беречь и как братьев наших меньших, так и природу вокруг себя. Это, конечно, замечательно. Но, в первую очередь, хотелось бы узнать, как, когда и почему была организована именно ваша команда. Группа волонтеров Лизы Титовой. Долго думали. Над названием, я полагаю, решили ограничиться именно на таком лаконичном представительном официозном. На самом деле, не представительное, а наоборот, очень домашнее и понятное. В любой организации, особенно если это большая организация, не всегда понятно, кто начальник, кто начал. И с чего вообще пошло это движение. И главное, непонятно, кто отвечает, если вдруг что-то пошло не так внутри команды или внутри сообщества. У нас все понятно. Кто отвечает, кому обращаться. И, наверное, я тот руководитель, с которым всегда можно выйти на диалог. Поэтому мне проще было обозначить, кто решает все вопросы и к кому, если что, с какими-то проблемами можно обратиться. Вообще, вы знаете, инициатива потрясающая. Я сейчас подумал, что многие бы вопросы отпали автоматически, если бы многие исследовали ваши задумки. Например, если бы мы назвали радиостанцию «Рекорд» радио Артема, да, сразу бы отпал ряд вопросов. Ну, и для тех, кто понимает, о ком идет речь. Ну, или в любой другой компании. Например, ЖЭУ Ивана Петровича, там, не знаю, Максимова. И сразу понятно, что если вдруг потекла крыша, ты звонишь непонятно куда, а сразу звонишь. Конкретно Иван Максимович. Да, говоришь, здравствуйте, у меня тут вот крыша течет. Или, например, где-нибудь в Москве, большое красное здание Владимира Владимировича, да, вместо определения, там, более каких-то пафосных и вышных названий. Я с вами солидарен, хорошо. Какие инициативы вы продвигаете? Инициативы? Конкретно я продвигаю в основном все, что связано с бездомными животными и помощью этим бездомным животным, либо бывшим домашним животным, которые по каким-то причинам оказались на улице. И также меня волнует тема экологии. То есть это то, что мне интересно. Есть у нас несколько волонтеров таких, которые стоят во главе команды. У каждого из них какие-то свои проекты. Есть у нас замечательная девушка Полина, которая сотрудничает с детскими больницами и проводит там мероприятие для того, чтобы скрасить досуг и вот это время ожидания во время лечения для ребят. Есть волонтер, который занимается только экологией. Есть у нас кинолог, который занимается перевоспитанием, редактированием какого-то поведения неправильного у животных. И она дает эти консультации, это ее тема. Есть ветеринар, который занимается именно проблемами здоровья и вообще каких-то вот инфекций, которые тоже бывают у животных. Не поверите, у кошек тоже бывает коронавирус. Вот такая актуальная тема. А скажите, это все люди с профильным образованием или так получилось, что это просто инициатива, которая зародилась у них так любопытно и начали мониторить, повышать навык самостоятельно, с помощью интернета, каких-то курсов дополнительных? По-разному. То есть есть те, кто прямо из профессиональной деятельности примкнул к нашей волонтерской деятельности. Есть те, кто, начав эту работу на волонтерских началах, далее уже решил, что это его профессиональный путь и пошел учиться. Например, вот девушка-кинолог, она сейчас переехала в Москву для того, чтобы продолжать обучение по данной специальности. А когда она существует, эта группа волонтеров? На данный момент получается чуть больше двух лет. Конкретно это группа. Но группа это не начало. Началось все очень много лет назад уже, получается. Ой, страшные цифры, получается. Почти 20 лет назад, когда я еще была ребенком, родители позволяли забирать с улицы, лечить и пристраивать. Еще тогда было сложно, поэтому по знакомым животных. А позже это была уже более профессиональная работа в разных других фондах. У нас же очень много групп помощи. К счастью, все-таки Северный край, я считаю, это та область, где больше всего люди заботятся о бездомышах, потому что природа очень суровая, погодные условия не позволяют большинству кошек и собак выжить в наших северных условиях зимы. И поэтому людей очень много отзывчивых, добрых и организаций много. И у каждого своя какая-то форма управления, какие-то свои проекты похожие в чем-то, перекликающиеся. Но в общем и целом достаточно разные структуры в каждой организации. И не найдя своего места в другой структуре, потому что были разногласия с руководством, я решила сделать свою. Причем изначально это начиналось как группа буквально из двух-трех человек, которые просто помогали мне пристраивать тех, кто уже находится под опекой. А дальше выросло сообщество. И это мой следующий вопрос. Выросло сообщество, которое насчитывает примерно? Я не знаю. По-моему, около двух тысяч человек. Около двух тысяч. То есть сначала было два-три человека, которые вам просто помогали, а теперь это небольшая частная армия, которая занимается спасением бездомных животных. Но вы как представитель волонтеров с одноименным названием точное количество не знаете, кто к вам будет обращаться. Как получается, я сразу одно выпускаю из другого. То есть это не какая-то команда, в которой есть строгая система отбора или что-то в этом духе. И в частном порядке любой человек, кому не безразлична экологическая обстановка в этом городе, в нашей области или жизнь домашних животных, может просто присоединиться. Да, именно так. Есть команда именно тех, кто занимается ведением группы, то есть нашего медийного ресурса. А есть те, кто занимается конкретно некоторыми проектами, например, да, вот я уже перечисляла этих людей. А присоединиться может любой. Вот если вы сегодня решили, что сердце ваше дрогнуло при виде бездомного котенка, вы звоните и говорите, Лиз, помощь нужна, что делать? Единственное, что каждый раз я проговариваю это и каждый раз звонящим объясняю, что у нас нет, к сожалению, на данный момент до сих пор, несмотря на то, что я пыталась добиться, у нас нет помещения для того, чтобы принять с улицы какое-то животное, да, какой-то карантин, потом общая какая-то комната или здание, где они бы могли жить до того момента, пока их пристроят. То есть все животные, найденные на улице, которых мы находим, они живут у нас дома. И естественно, что так как квартиры у нас, к сожалению, пока что не очень большие, да, мы не имеем возможности сразу взять животное к себе. То есть передержка происходит через домашних условиях самостоятельно у волонтеров? Да, да, да. У волонтеров, либо у тех людей, которые обнаружили животное, то есть если вы нашли шанс того, что у вас сразу его смогут взять к себе куда-то, он очень небольшой. К сожалению, у нас, несмотря на то, что около двух тысяч, это все люди, у которых уже есть обычно два, три, а то и большее количество хвостов дома, и поэтому не всегда есть возможность сразу взять. Но, по крайней мере, консультативная помощь, направить к какому врачу лучше обратиться, если у животного есть проблемы. Может быть, там список других зоозащитных групп, может быть, у кого-то есть сейчас вакантные свободные местечки дома, да, чтобы можно было перехватить. И список ресурсов, где можно рекламировать это животное для того, чтобы ускорить процесс нахождения уже постоянного дома. А какие-то коллаборации, сотрудничества с организациями, которые обладают помещениями, вы не проводили? Или это, опять же, возвращаясь к вопросу конфликтных ситуаций, которые у вас возникали на этапе становления? Нет, нет, дело не в конфликтных ситуациях. Понятно, что волонтеры между собой, в какой бы они группе волонтерской не трудились, да, не проводили свою деятельность, в любом случае есть какие-то и конфликтные, и дружеские, наоборот, отношения, но суть не в этом. У нас, по факту, в городе всего на данный момент два места, где содержат бездомных животных. Это приют, да, мурманский приют помощи бездомным животным. К сожалению, он вечно переполнен, ну, просто потому что животных гораздо больше, чем возможностей у Оксаны, которая руководитель приюта. И вторая организация, это раньше называлась она Центр временного содержания животных, сейчас их там как-то тоже переименовывают в соответствии с новым законом, но по факту это отловщики, да, такой термин, который используется. Звучит с оттенком негатива. Ну, во-первых, потому что раньше, опять-таки, по закону организация обязана была заниматься не самой, на мой взгляд, хорошей благородной деятельностью, ну, как необходимой, наверное, по мнению многих, и в том числе правительства на тот момент. Ну, мы все понимаем, о чем вы говорите, да. Сейчас есть новый закон, животных не должны усыплять, но, к сожалению, опять-таки, бездомных животных гораздо больше, чем ресурса для их содержания. А возможности выдать здание какое-то, какое-то помещение выделить от города, я уже несколько раз обращалась, и, к сожалению, пока мне только приходят отрицательные ответы. На каком основании? Вот вы уже второй раз говорите о том, что вы пытались выбить подобное помещение, и о том, что у нас на весь город всего лишь два условных, две условные точки, где можно животное пристроить, где можно заняться передержкой и так далее. Я так понимаю, что даже в масштабах такого небольшого муниципалитета, как Мурманск, этого недостаточно. Катастрофически. Наверняка же те запросы, которые вы посылаете, возвращаются с какой-то аргументацией, почему нет, или просто... Я ходила лично. Даже так? Да. Что говорят? Мне говорят, в комитете городского хозяйства, если я правильно называю организацию, ответили, что нет ресурса для того, чтобы просто дать нам здание. Мы можем сдать вам его по льготной цене, но примерный уровень цен был озвучен около 150-180 тысяч в месяц. Это без учета электроэнергии, воды, корма, содержания, лечения, стерилизации. То есть это огромная сумма, которую невозможно будет ежемесячно добывать. Но если только на первом этаже не открыть бар? Да. Просто иногда и такие инициативы поступают, но, однако, это уже где-то с 2012 года, и поднимать куларные вопросы мы сейчас не станем в рамках этой передачи. Получается, на момент времени мы имеем следующее. У нас огромное количество бездомных животных и много инициативных неравнодушных граждан, которые на добровольной основе вступают как в ваше волонтерское движение, так и в аналогичные организации, которые расположены в нашем городе. На момент времени не хватает, я так полагаю, что, ну, по крайней мере, я это вынесу с диалога, возможно, вы меня сейчас поправите, господдержки. То есть дотации и финансирования. Ее нет вообще. Насколько я знаю, боюсь сейчас говорить неправду, потому что нет четких данных, да, но я так понимаю, что иногда вот в приют какие-то финансирования идут. Естественно, что ЦВСЖ, это государственная городская организация, они получают ресурсы на реализацию проекта стерилизации бездомных животных. То есть они что-то получают, какие-то суммы. Волонтеры не получают ничего, естественно. И да, всегда тоже проговариваю, что волонтер это человек, который трудится без зарплаты, на добровольных основах, доброволец. То есть иногда я сталкиваюсь с такими заявлениями, как вы волонтер, вы обязаны, вы за эту зарплату получаете. Нет, мы не получаем зарплату, более того, если наши семьи узнают, сколько семейного бюджета уходит на волонтерскую деятельность из наших кошельков, то, наверное, многие из нас пострадают. Ну, наверное, это та информация, которую не стоит озвучивать в прямом эфире. Хорошо, этого точно не будем делать. А запросы относительно финансовой поддержки пробовали осуществить? Ну, с помещением я еще могу представить, прикинуть, в любом случае, это же не так просто, нельзя тыкнуть в карту и сказать, вот это, кажется, свободный дом, забирайте. Да, но относительно программы финансирования, они же есть в самых разных направлениях. Да, естественно, для того, чтобы получать какие-то гранты, нужно обязательно быть зарегистрированной организацией. Для того, чтобы зарегистрироваться, нужно иметь директора, бухгалтера, в общем, определенный штат сотрудников, которые будут решать все юридические и экономические вопросы. Нужно будет иметь лицевой счет в банке, юридический счет в банке. Это тоже, опять-таки, затрата ресурсов. То есть, если это какая-то огромная крупная организация, да, они могут себе позволить из пожертвований вот какую-то сумму выделять на оплату вот этих счетов и прочего. Так как у нас все-таки, как я говорила, такой домашний коллективчик, да, мы скорее команда друзей, нежели прям организация со знаменными флагами. Ну, вот у нас большая семья. Ладно, хорошо. Вопросов осталось немало, исходя из того, что мы с вами уже сегодня успели обсудить на момент времени. Но мы продолжим диалог по завершению рекламного блока. Он буквально через несколько секунд наступит, так что не переключайте ФМ-волну и свой телеканал. Реклама Продолжает прямой эфир открытая студия, совместный проект радиорекорд и телеканала Арктик ТВ. Я ее ведущий Николай Дукмас. В гостях у нас сегодня руководитель группы волонтеров Лизы Титовой, занимающейся помощью бездомным животным и экологическим инициативам. Не поверите, Лизавета Титова, собственно говоря, своей персоной. Для тех, кто присоединился к нам только что, я напомню контактные данные, как с нами можно связаться. Открытая студия выходит в прямом эфире, и именно в него, в прямой эфир, вы можете дозвониться по номеру телефона 99 45 45 или написать на один из наших интернет-мессенджеров. Телеграм и вайбер привязаны к номеру плюс 7 921 708 20 06. Мы прервались во время рекламной паузы, рекламного блока, и не знаю, почему многим режет слух рекламная пауза, мне кажется, очень атмосферно звучит из времен телевидения 90-х, на том, что все происходит в частном порядке. Любое финансирование ваших проектов – это личная инициатива, которая тратится из семейных бюджетов, и эти цифры ни в коем случае не стоит озвучивать, потому как семьи будут недовольны, когда завеса тайны спадет. Это мы поняли. Но любопытство ради все-таки должен продолжить эту тему и углубить ее слегка. Есть ли какие-то проекты, которые помогают собрать пожертвования или возможность дополнительного заработка на свои деятельности не себе в карман, а для поддержания инициатив этого проекта? Да, у нас на регулярной основе, ну, до карантина выходили, ежемесячно проходили праздники, ну, одно из них, например, зоофотосет, это когда мы в парке собрались вместе с собаками, и можно было привести либо своего пса и сфотографироваться, профессиональные фотографы работали с нами, делали красивые кадры, либо можно было сфотографироваться с нашими собаками, они тоже все милые и красивые. Не у всех, конечно, есть какая-то обозначенная четкая порода, но все прекрасны, поэтому тогда мы собрали очень много людей, которые захотели познакомиться с нами лично, с собаками, пришли со своими, очень классное мероприятие. Простите, должен поинтересоваться, зоофотосет называется, но с собаками. А можно было, ну, например, абсолютно без шуток, с котом прийти? Можно было прийти с котом, но оно проводилось в парке на улице осенью, и это было немножко прохладное уже время года, поэтому у нас были кота-праздники. Был праздник братца-кролика, когда мы приносили именно кроликов. Есть еще несколько проектов, не буду пока озвучивать, чтобы сохранить интригу, но сейчас, как только ограничения по массовым мероприятиям будут сняты, есть еще несколько задумок интересных с экзотическими, например, животными, и еще пара идей, которые пока секретны. В парке проходили зоофотосеты, а котопраздники уже проходили в помещениях? Да, в основном это какие-то, опять-таки, добрые люди, которые предоставляли нам свое помещение на безвозмездной основе. Я могу их озвучивать? Это не реклама, это, на случай, констатация факта, конечно. Да, замечательный центр «Мама Рада», который находится на Кольском, сказочный лес, игровая комната, принимала у нас, по-моему, даже не один раз «Нью-Йорк кофейня» в центре города. То есть обычно мы выбираем такие точки, в которые можно прийти вместе с животными, и на базе вот этого помещения устраивались не только, естественно, фотосессии, но также всегда проходит какой-то небольшой диалог с детьми, в основном это детские праздники, о том, как правильно ухаживать за животным, что такое гуманное отношение к животным. Всегда есть какая-то развлекательная часть, то есть это аниматоры, ну, либо из моей организации, либо какие-то наши друзья, которые тоже согласны провести научные шоу, фольгированные какие-то дискотеки, мастер-классы различные. Всегда есть развлекательная часть, образовательная часть, и, естественно, общение, непосредственное общение с животными. Вы сказали, что все это проходит на безвозмездной основе, а начали мы с того, как это помогает поддерживать проект на плаву. Да, естественно, на безвозмездной основе нас приглашали вот эти вот помещения, да, хозяева помещения. Да, мы владелись помещением. А на входе обычно стоит коробочка для добровольного пожертвования. То есть никаких входных билетов или чего-то в этом духе? Мы пробовали по входным билетам, пробовали на безвозмездной основе, и выяснили, что все-таки у нас очень сознательные северные люди, потому что когда мы делали свободный вход с донатом, да, донейшн, собирали большую сумму. В среднем, ну, обычно праздник приносит около 8-10 тысяч рублей. Бывали больше, бывали меньше. Был шикарный проект в Улыбке Аляске. Тогда огромное количество людей приехало тоже посетить вот их огромную территорию, да, была экскурсия. Тоже, естественно, нас пригласили, не взяв с нас никакой платы за это мероприятие. И тогда было собрано около 16 тысяч. Ну, просто, чтобы вы понимали, 16 тысяч – это примерно 32 стерилизованные кошки. Ну, вот так вот, да, если вот мы собрали с улицы, а 32 кошки, если каждая приносит, ну, предположим, по 5 котят, тут уже простая математика – это примерно 150 спасенных жизней только в первые 2-3 месяца после проведенной операции. Да, и сумма-то такая небольшая по современным меркам получается. Да, в основном люди платили около, ну, не знаю, 300-500 рублей за вход. То есть, это не какая-то там астрономическая сумма, которая бьет по бюджету. Причем, если посещать такие же мероприятия, которые коммерческие проходят в городе, да, в кафешках, там, в различных заведениях, обычно такое же мероприятие по наполненности, по программе стоит порядка тысячи рублей за входной билет. То есть, и ты вроде бы как развлекся, своего ребенка чему-то новому научил, приятно провел время с семьей, и при этом ты сделал что-то полезное. Вот это, наверное, основная суть, то, что отличает нашу волонтерскую группу от всех остальных организаций. У нас нет сборов, нет такого, что у нас кончился корм, дайте нам, пожалуйста, денег. У нас нет таких запросов. Мы вот сколько провели, да, сколько заработали, столько и потом потратили на содержание. То есть, получается, вы, конечно же, никогда не откажетесь от помощи, если человек сам проявляет инициативу, но нигде об этом не кричите, не пестрите, что если вы сейчас этого не сделаете, то вы там... То все умрут. Нет, у нас такого нет. Ты вполне лояльный и очень добрый подход, наверное, этим и располагает граждан, когда тебе не навязывают, и у тебя есть свобода выбора. Ну, условно говоря, как бы сейчас ни звучало, пройти мимо или оказать поддержку. Да, это твоя личная инициатива, это и воспринимается по-другому, человек готов отдать больше и проявить больше заинтересованности. Ну, на мой субъективный взгляд, подход правильный и благородный. Вы отметили, что до пандемии такие праздники проводились каждый месяц, но вот оно настало, и да, мы все ждем, что эти запреты спадут. Вот мы прямо до начала сентября ждали, теперь будем ждать до следующего пришествия чего-то. А как сейчас это все? Насколько сильно пострадала организация волонтерская в связи с пандемией? Ну, так получилось, что... Ее деятельность, если быть точной. Что все-таки, наверное, организация идет за лидером, а у меня были свои личные, семейные, да, какие-то проекты, не проекты, дела, которые я не могла отложить, и поэтому немножечко была приостановлена деятельность. Естественно, что тех, кого находили, все равно брали. Вот мы из Ростова-Великого аж привезли кота с улицы, потому что не смогли пройти мимо. Дети сказали, Лизу, ну, куй, ну, куй. То есть теперь у нас пушистый ростовчанин где-то в городе? Да, да. Очень красивый кот Ростик, так его и зовут в честь Ростова. Недавно тоже обратилась девушка-котенок, и видно было, что если не забрать с улицы, то все, уже наладом дышит, поэтому пришлось срочно забирать, срочно пролечивать. И сейчас вот кошечка Маграт из Терри Пратчета, практически героиня, очень умная, хозяйственная особа, молоденькая, ищет тоже семью. Кстати, если вы хотите кошку, срочно звоните. Хозяйственную? Хозяйственную. Вчера, да, вчера она укатила картошку с утра, а вечером утащила с кухни нож. Я совместила, подумала, что, наверное, она хотела приготовить пюре, но картошку к тому моменту мы уже спрятали, поэтому... Вообще, конечно, то, что кошка проявляет интерес к холодному оружию, это может быть тревожный звоночек, но в такое непростое время, как сейчас, самооборона со стороны домашнего животного, это тоже хорошо. Она маленькая, она живет в компании других взрослых трех котов, ей как-то приходится, знаешь ли... Выкручиваться в этом мужском коллективе. Поэтому немножечко, во-первых, притормозили деятельность, во-вторых, у нас все-таки за вот эти два года уже появились постоянные... Ну, я не хочу говорить слово «спонсоры», оно все равно не носит какой-то такой странный оттенок в сознании многих людей. Лояльно заинтересованные люди. Я бы сказала, финпомощники, ну, мне нравится это слово, люди, которые поддерживают на постоянной основе. Обычно это те, с кем мы знакомы лично, это мои друзья или приятели, которые раз в месяц переводят какую-то небольшую сумму, ну, обычно это 300, 500, 1000 рублей, у кого сколько позволяет бюджет, да, и вот эта сумма у нас потихонечку копилась, ее тратили, ну, и, конечно, пришлось немножко уже из своего кармана что-то покупать, ну, просто потому что не было возможности, да, а сборы устраивать в такое непростое для людей время, когда многие и так оказались в сложной жизненной ситуации, у меня совесть не позволяла, поэтому пришлось залезть в копилку свою и продолжать деятельность уже на свои. Но это, в общем-то, частая практика, волонтеры, к сожалению, вот этим грешат. Скажите, пожалуйста, а вы планируете как-то, скажем так, расширять сферу влияния, если можно так выразиться, я более точно сформулирую сейчас вопрос, просто когда я озвучивал на свою заинтересованность в дотациях, то есть как можно больше получить поддержки от государства, вы обозначили, что это ряд финансовых и юридических трудностей, для этого нужно превращать это все в такую полноценную функционирующую структуру, но если подумать, в этом же есть как минусы энерго и финансово затратные, так и плюсы, ведь теоретически можно оказывать в дальнейшем еще больше поддержки, еще больше сил, энергии и результативности получать от любимого дела. Знаешь, я думаю, что все-таки лучше сделать меньше, но качественно, чем попытаться объять необъятное, потому что человеческие ресурсы, они тоже ограничены, плюс каждый волонтер – это обычная личность разносторонне развитая, и поэтому у нас у всех есть семьи, есть какие-то свои, не знаю, увлечения, хобби, помимо волонтерства, и сказать, что, например, я смогла бы еще больше времени сейчас тратить, это значит, что мне придется вырвать кусок личного пространства и времени, проведенного со своей семьей, а это тоже неправильно. Поэтому пока что выходить на какой-то больший уровень, только если непосредственно власть решит проявить инициативу, и, наконец, все-таки обратит внимание на волонтеров и попытается как-то пригласить нас на диалог какой-то, и предложит, что вот у нас есть здание, мы готовы вам, или мы готовы вам в месяц выделять такую-то сумму, если вы будете выполнять такую работу. Потому что, повторюсь, что волонтеры не получают денег, а зарабатывать нам нужно где-то еще на другой работе, обычно у волонтеров не одна, иногда бывает и по две, и по три каких-то подработки, и физически это просто нереально организовать сейчас. То есть, если выходить на больший уровень, на лучший уровень, то необходимо будет закладывать какие-то зарплаты людям, которые будут выполнять эти функции. Например, там, я повторюсь, бухгалтеру, юристу, директору. Да, 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 мы понимаем, бюрократический аппарат по каждому масштабу. Да, да, а мне бы все-таки хотелось тратить эти деньги не на оплату чьей-то работы, а на реальные какие-то вот сейчас операции помощи, да, спасательные операции. Да, мне даже было любопытно в голове, как это можно правильно обозначить. Вы знаете, наверное, самый серьезный вопрос, который я бы хотел задать, я подвел к финалу, у нас до завершения программы буквально несколько минут осталось, но это все-таки очень важно. Мы сегодня говорим о бездомных животных, и вы сами упоминали о том, что есть условно две категории, это те, кто родились уже на улице бездомные животные, и те, кто лишился дома по вине их бывших хозяев, те, кто от них отказались или проявили себя некрасиво, не по-человечески, с моральной точки зрения, переезжая куда-то или просто избавившись от животного. И в определенные моменты была, да по всей России была такая пиковая ситуация, когда засилье пошло, участились очень случаи, отказ от домашних животных, потом волна, я не буду точными датами оперировать, чтобы сейчас не соврать, тоже не солгать, она как бы немножко спала. И вот о пандемии. Многие, вы сами отметили, оказались в тяжелой непростой ситуации. Скажите, на ваш взгляд, за последний год, в 2020-м, ситуация с отказом от домашних животных, она как-то возросла по экспоненте, или у нас все-таки более добродушные, доброжелательные или лояльные владельцы домашних животных в нашем городе? На ваш взгляд? На мой взгляд, конкретно, вот не могу говорить за другие организации, конкретно у нас участили случаи, когда люди обращаются с запросом, да, мы хотели бы завести кошку, помогите нам, пожалуйста, подобрать там котенка, щенка, пока мы сидим дома, у нас есть возможность заниматься воспитанием и так далее. Случаев отказа не было вообще, вот у меня не было возвратов, да, мы даем, естественно, животное, когда в семью отдаем, говорим, что вот в течение месяца вы смотрите, получается, не получается, оценивайте реально свои возможности, это испытательный срок для вас и для этого животного. Если все хорошо, значит, вы оставляете его себе, это ваш питомец, дальше вы несете полностью за него ответственность. Так вот, случаев возврата с испытательного срока, их не было за этот период, и единственное, что были обращения, вы не могли бы нам помочь, вот сейчас с работой беда не хватает финансов на корм, не хватает, то есть вот люди обращались за помощью именно решить какую-то проблему возникшую, но не отказаться от животного. Не отказаться от животного, да, но помочь ему в своей ситуации. Да, то есть меня, например, вот это очень удивило и очень порадовало, потому что мы очень боялись, что будет страшно, а оказалось, что на самом деле, и даже вот этот вот в карантинный этот период, когда мы не могли зарабатывать, да, своими праздниками, даря людям радость и счастье, люди сами откликнулись и переводили какие-то суммы, хотя не было запросов. То есть понимали, что нам сейчас тяжело и поддерживали, несмотря на то, что были несколько очень тяжелых животных. Прям, ну вот у нас была собака, которая поездом лапу травмировала очень сильно, и заболевший щенок был, то есть люди всегда откликались. Надеемся, что в момент карантина, когда люди остались тет-а-тет, наедине как со своими внутренними демонами, как говорят литераторы, так и, в принципе, с бытовыми вопросами, они уяснили еще лучше, что на таком холодном и непривятливом севере гораздо теплее, если дома есть вот это вот маленькое пушисто-мохнатое чудило, которое помогает скрасить досуг и дарит тебе свою любовь абсолютно безвозмездно. Искренне надеемся, что наши граждане дальше будут проявлять инициативу и желание присоединяться к волонтерским движениям и заботиться о животных, которым всегда нужна наша поддержка. На этом «Открытая студия» завершает свое вещание. Спасибо вам огромное за визит. Всего доброго. До свидания. Открытая студия Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok